всем привет вами Нирыч и это продолжение рубрики на что способен 478 сокет если вы не видели предыдущей части то открывайте описание вот там вот внизу там есть ссылочка на плейлист где вы сможете ознакомиться со всеми предыдущими частями данной эпопеи и так сегодня мы будем устанавливать windows 7 но Нирыч спросите вы какой же тут конфиг и отвечу такой же как и в предыдущей собственно части я для тех кто не смотрел либо забыл я повторю материнская плата у нас от компании osrock модели p4 i945 gc что означает на 945 чипсете оперативная память у нас установлена типа ddr2 да это нас плата mutant как вы видите две плашки по 2 гигабайта от компании samsung процессор тут установлен 3 гигагерцовый pentium 4 на ядре прескот и накрывает его более такой серьезный охлад чем в предыдущей части тут у нас 7000 залман полностью медный питать это дело у нас будет блок питания поверман на 450 ватт видеокарта у нас тут установлена от компании geforce nvidia 9800 gtx плюс в исполнении и на 3d и вот такой вот блин хотел сказать что прикол хожен охлад но нет пацаны это такие крутая модификации видите стал как родной вот это боксовый охлада 478 сокета то есть чтобы нигде мы не забывали про 478 наш как говорится родной даже видюху будет охлаждать данный крутили атора если серьезно то родной просто не оказался не обслуживаемый он не то чтобы шумел сильно да там были такие сверчки небольшие но самое печально что он может медленно короче крутил я решил так как карта горячая мощная охлаждать ее соответствующим образом так дальше что у нас по дисковой теме похорон по хранению данных для того чтобы установить windows то есть под операционную систему нас будет использовать вот такой вот ssd накопитель от компании блик всем купленный на алиэкспресс ссылочка сша будет в описании на него и в качестве хранения данных у нас тут выступит вот такой жесткий диск от компании samsung так насколько у нас 160 гигов должен быть да вот он в принципе все правильно извиняюсь за качество ребят приходится снимать все вот вечером вот так вот на коленке грубо говоря винду будем устанавливать через дисковод от фирмы нет под принципе и все мы приступаем установки мы первое все мы начинаем от само собой сбился вот мы выставляем приоритет загрузки его кстати full screen лога давайте его отключим здесь вот выберем дисковод вторым у нас жесткий диск от наш ssd накопитель все в принципе все раз извиняюсь за качество так как снимаю уже можно сказать ночью освещение нормального нет никакого будет освещение чтобы снимать монитор здесь по-хорошему карта захвата нужна и 2 так сказать комп про санкейту будка рита from сиди так ну вот нас встречает меню установки шиндов 7 установить так полная установка и вот тут у нас ребят интересно это дело и так диск 0 это как раз таки наша ssd так вот тут надо раздел эти по удалять у нас были и создать один раздел и все верится и пошла установка я так думаю вам все отдел показывать не надо да и вам это не особо интересно встретимся уже тогда после непосредственно установки windows когда будет первое включение компьютера окно и показывать всю установку ребят не вижу никакого смысла в общем встретимся уже после того как операционная система будет полностью установлены и произведен ее первый самый запах вот у нас система без проблем установилась достаточно быстро спасибо ssd накопителю за это и меня интересует что у нас тут по драйверам как вы видите у нас тут 5 4 3 герцовый наш 4 гигабайта памяти используют 3,12 это за того что 32 разрядная система но 64 мы поставить не можем потому что у процессора нет необходимых инструкций вот как то так так интересно вроде как драйвера показывает что все ну да звук работает видеокарта определилась вот чем хороша семерка ничего не надо устанавливать все дрова у нас влетели сразу с установкой красота сейчас соответственно нужно что установить весь необходимый софт сюда игры для тестов само собой и я бы не был бы я если бы не использовал потенциал компьютера по полной что я имею ввиду а если вы думали что мы все будем тестировать в стоке то нет плохо знаете не рыча если есть потенциал к разгону какой угодно неважно маленький большой но мы будем его использовать да у этой платы я забегу вперед потенциально разгон не самый хороший но он все таки есть что касается охлада почему кстати мы сюда залмал этот медный поставили об этом не сказал у меня же есть еще big typhoon со 120 вентилятором на 6 теплотрубках охват он сюда тупо не уместился знать почему из-за того что рот и сама вот эту рамка крепления развернута на 90 градусов не знаю на хрена это сделали компания а срок большое тебе спасибо проблема даже не в том что он короче блок питания в уперся ничего страшного это меньше из бед открутили бы переместили подальше все нет он короче трубками цепляет за конденсатор вот с этой стороны и его поставить вообще невозможно но заман тоже неплох медь очень хорошо отводит тепло в общем давайте сейчас устанавливаю весь необходимый софт а дальше вам покажу что у нас тут будет с разгоном со братва вот наступил уже следующий день час дня вчера я короче до 4 часов ночи устанавливал вот эти вот и игры короче все программами и думать чё-то на медленно запускается короче винда и чё оказалось я короче установил не на ssd она жесткий диск я сам со покажу диск кристалл диск инфу откроем и вот пожалуйста диск d и ssd диск c samsung на 160 гигов и самая печаль как в том что игры то я все уже по устанавливал на этот диск е повышенной ssd в общем сейчас буду пробовать что установить винду отдельно на ssd и скрещивать как говорится пальцы на то что все вот это своры игр запустится без проблем ну раз то я мог сейчас ничего мне сказать тест записать и обмануть ну я же так не могу себе позволить делал поэтому начинаем все короче заново установку все в этот раз действительно на ssd системы установил причем несмотря на то что установка была с диска прям очень так все шустро получилось ты обычно привык флешки устанавливать винду на ssd там вообще там меньше 10 минут уходит вот я не ожидал что с диска подобный результат ожидать на вот в общем что я хотел сейчас рассказать по поводу разгона вот вы сейчас выйти главное меню в биусе как ведь на спрос работать на частоте 3485 мегагерц вот память же работает на частоте 621 мегагерц что вроде как бы как ниже даже заявленной то есть наша стоят планки которых заявленная частота 667 мегагерц вот соответственно в разгоне не по идее могут и 800 держать но ребят сейчас обо всем подробно все говорит по порядку расскажу и покажу итак во вкладке цепу configuration видим следующее возможности разгона тут большие как видите частоту шины мы можем регулировать аж в пределах от 95 мегагерц до 500 то есть у нас базовые 200 разгоняйка горится не хочу но есть один нюанс нет возможности менять напряжение не на процессор не на оперативной памяти соответственно без повышения напряжения весь разгон катится куда правильно опу в общем я разгонял до частоты даже 2 и 6 герца но стабильность работы вызывал сомнение то есть периодически винда крашивать в синий экран несмотря на то что стресс-тесты все проходили во время просто от установки работы я там и торрент устанавливал и браузер короче специально загружала реально процессор по работе возможной и вылетала в синий экран причем я до этого память прогонял мем тестом тут дело все не в памяти я так понимаю моментов 2 1 как я уже сказал что стабильность работы плохая для того что нельзя повысить напряжение а второй момент это то что достаточно сильно нагревается северный мост он же чипсет что ожидаемо дополнительная охлаждать его не стал только вот заметировал условия реальные что-то дело все будет в корпусе находиться но такой охлад достаточно хорош он в принципе обдувает все это дело что зона варим что сам чипсет видеокарта кстати я не скажу что она сильно греется суверится неплохо вот дополнительно можно было вот эту вот вентилятор накинуть но как уже было сказано ранее решил этого не делать так скажем в реальных условиях как вот она все будет и что-то я сильно тут уже долго разглагольство сейчас выставим камеру и начнем собственно частота шины 233 мегагерца вот по памяти у нас тут получилось частота 310 ну или 620 реальной работы но сохраняем и сейчас вам продемонстрирую как выпускает на 478 сокете windows 7 на ssd и уже не первой ревизии а ревизии 3.0 то есть на режиме 300 мегабайт в секунду работать должен диск понятно реально такую скорость не покажет но 250 стабильных будет этому чуть-чуть позже все кстати проверим в кристалл диск марки ну как вам вот это я понимаю так сказать результат в общем сейчас я все необходимое установил вот что касается вот сейчас давайте посмотрим что действительно у меня это если что тревога это дополнительно диск подкинуть софтом вот что-то забыл сказать сказать я так думаю что мы обойдемся вообще без жесткого диска то есть ssd ски нам хватит единственное что вот эти вот все игры которые тут я по устанавливал возможно потребуется переустановка не знаю что запускать их не пробовал общем буду за кадром это все пробовать запускать запускается герой на рабочий стол не запускает соответственно переустановка вот а почему не жесткого диска запускать игра то потому что могу себе это искать позволить и вот как видите режим у нас sata 300 мегабайт в общем вот как то так в общем сейчас все это дело быстренько проверю установлю ну или не быстренько не знаю сколько получится и приступим уже непосредственно к тестам дальше все что касается каких-то результатов тестирования буду выводить скрином чтобы вам так скажем глаза не портить как участок изображения выведена снятый на телефон монитор соответственно игры ну об этом всем чуть-чуть кажется позже расскажу ну так как это у нас windows 7 тесты мы начинаем соответственно с индекса производительности который является у нас в общем 4,4 балла что как-то много даже что ли не знаю до 478 сокета для 4 пенсиума я думаю это многовато но наверное тут в реал на оценку очень сильно скорость обмена с до данными диском так как у нас ssd установлена по графике у нас видеокарта не самая плохая вот так как видите операция операции вычисления в секунду на самую низкую оценку имеет как раз таки процессор так дальше что касается накопителя какая говорил нас установлен ssd многострадальный на который мне не с первого раза получилось установить винду видимо криворукость коррета сыграла свою роль и как видите тут уже без проблем нас используется технология trim так как это windows 7 режим передачи sata 300 то бишь скорость у нас заявленная максимальная это 300 мегабайт в секунду что косвенно подтверждается понятно что пропускной способности максимальной такой никогда не будет вот и проведя тест в программе crystal disk mark мы получаем что при чтении в первом и втором проходе скорость у нас примерно 250 мегабайт в секунду а при третьем и четвертом проходе скорость упал до 20 мегабайт в секунду что касается чтения то первых два прохода это на 200 12 207 мегабайт в секунду соответственно 3 и 4 проходы это у нас 69 и 47 мегабайт в секунду ну и как же нам без цпу z это как мы видите в очередной раз повторюсь стоит у нас intel pentium 4 на ядре пресс как работает в данный момент на частоте 3484 мегагерца вот данный камень конкретно этот экземпляр может взять и 4 гигагерц но как я сказал ранее данная материнская плата имеет проблемы при разгоне проблемы заключается в том что нельзя повысить напряжение как видите напряжение низкая одна целая 376 тысячных вольт а вот а для нормального работа разгона стабильного нужно 16 вольт и примерно 16 даже 17 можно при хороших условиях он что касается памяти у нас ддр 2 в двух канале 4 гигабайта работать на частоте 310 мегагерц или 620 с обоих слотах как я и говорил две плашки samsung по 2 гигабайта так как то есть и двухразрядная система нас она использует только 3 с небольшим и переходим что у нас тут bench cpo в данной программе и как я говорил в предыдущих роликах что в операционной системе windows xp какой-то бред показаниями вот видите установили мы на семерку допрос разогнанный базара нет но в одном потоке мы убиваем 37 целых и две десятых попугая много потоки 76 целых и одну десятую на xp мы на стоковом процессоре ладно мы многопотоки выдавали выбивали чуть больше 30 а вот на потоке там вообще какие-то цифра смешные в общем ужас какой-то дальше я провел тест винраром такой программы и получил такую нехилую скорость 1146 килобайт в секунду в программе cinebench 2003 для теста рендеринга процессора получили следующие результаты в 1 потоке 305 попугаев в многопотоки же 365 честно видимо влияет операционно система на какой момент windows xp были показатели бы немного выше но это стоит считаю ерунда все это просто голые цифры переходим в программу аиды 64 и начинаем мы с теста скорости кэша и памяти и вот тут я хочу вам подробненько рассказать когда мы заходили в bios я вам говорил что я пробовал выше частоту памяти ставить но ниже частоту процессора и получал в какой момент память у меня работала практически на 8 на 800 мегагерцах ну там чуть меньше частотах процессора было меньше так как делитель был не помню каком соотношении в общем он был выше и скорость чтения было меньше в районе 6000 мегабайт в секунду чуть там больше 6200 может быть вот такое и как вы понимаете это ну смешно вот я начал разгонять проц и получили мы следующие результаты скорость чтения составил 7070 мегабайт в секунду скорость чтения о скорость записи 4556 мегабайт в секунду скорость копирования 5520 мегабайт в секунду при латентности 81,8 наносекунды что ребят неплохо для ddr 2 памяти конечно это мало она может работать и лучше но не забываем что у нас 478 сокет старый прескот и с таким объемом памяти именно 4 гигабайта скорость чтения в 7000 мегабайт в секунду это ребят очень серьезный результат благодаря которому кстати результаты предыдущего теста такие высокие именно винрара ну и продолжаем синтетические тесты программе аида 64 не так цепок вин мы получаем 3920 попугая что кстати тоже я считаю немало вполне себе неплохой показатель то есть мы сравнялись этим 4 extreme edition ht то бишь гипер трейдингом который который также на ddr 2 памяти тестировался что очень все это дело неплохо cpu photo works получили результат 1740 мегапикселей в секунду cpu злип результат составил 32,5 мегабайт в секунду а тест cpu а с и тут мы получили результат 122 мегабайта в секунду cpu с h a 3 49 мегабайт в секунду тесте fpu julia учили за до 1155 попугаев тесте fpu mandel результат составил 579 баллов fpu sin julia 484 попугая тест fp32 raytrace прошел на скорости 149 килорей в секунду а тест fp64 raytrace прошел уже на скорости 86 килорей в секунду ну и дальше по традиции я не мог пройти мимо тестов 3d 3d марк итак начинаем в тесте 2001 года версии secondary edition мы получили 18 тысяч 814 3d марков 2003 версии программы получили внушительную цифру 26 тысяч 59 баллов и 3d марк 2005 получили результат 7061 попугай ну и пора нам переходить к тесту играми и про видеокарту пару слов хотя бы надо было еще сказать перед тестами программах 3d марк но ничего думаю страшно в этом не случится что сейчас я все дело озвучу итак у нас nvidia geforce 9800 gtx плюс с частотой шину 256 бит с 512 мегабайтами памяти типа gddr 3 на чипе g92 ревизии а2 изготовлены под 55 нанометровому техпроцессу дата релиза июль 2008 года кстати вот в каком-то из роликов по моему в предыдущем я тут сказал что видеокарту 2009 года но ребята извиняюсь вот спутал чуть-чуть говорится года чистота процессора графического 738 мегагерц частота памяти же тысячу сто и тут я хочу ребят вам плавненько перейти так к используемой программе для мониторинга в наших игр и будем тут использовать уже нормальной версии на сайт автоберна который кстати как вы видите вполне себе поддерживает разгон видеокарты тем я заниматься на данный момент не собираюсь так как визюх и так достаточно горячая и и очень легко а кирпичить чего нам соответственно не нужно проверяем сейчас все соответственно стоки разгон горит дело хорошее благородное но не в этом случае обойдемся только процессором чуть-чуть и забыл хотим сказать что direct x поддерживает уже видеокарта 10 что в данном случае при использовании windows 7 решает то есть на windows xp нормального direct x 10 нету устанавливался только 9 и то там с какими-то костылями чего-то там приходилось какие-то дл лки постоянно добавлять чем куча программ в общем куча проблем у меня было не все игры я мог запустить на xp на семерке же этих проблем соответственно нету и так уже очень долго мы смотрим на эту картинку и разглагольствуем погнали тестировать игры ну первая игра на тесте жажда скорости подземка часть 2 разрешение нас full hd тут просто установлен фикс экрана так как изначально она рассчитана под соотношение сторон 4 к 3 она же что 16 на 9 и full hd так все у нас на максимум выключены единственно с эффект галли эффект размытия повышенная яркость и повышенная контрастность ну и вертикальная синхронизация соответственно чтобы нас не было ограничителей кадров вот просто на вот на мой непримечательный глаз так дело выглядит лучше итак берем 240 nissan и корицы начнем рассказывать пацанам кто тот настоящий стрит ракер так сказать и получаем тут что у нас стабильных 30 кадров у нас появилась возможность вывести нормальный график проекта у уж какие-то призы поперли йома а что до этого их не было на графике дело стать отразимым интересно в общем смотрите прот загружен на 50 процентов графический чип тоже на 50 тут всем косяк странно по идее игра должна лететь угар на этих настройках она тут должна летать по крайней мере на xp проблем у нас с производительностью не было но это что имеем то имеем может быть от как связано с прогрузкой карты вот сейчас как видите у нас то делал стал лучше в общем не знаю выводы кажется делайте сами если что пишите комментарий ваше предположение за чего все это дело может быть ну следующая игра для тестов это у нас нет воспит манчему за ногу про стрит ведь у нас по настройкам я сейчас все покажу разрешение соответственно 1920 на 1080 так фильтра то текстуру нас били не иная влажная отключена синхронизация отключена детализации трассы минимум освещение трассы включена тени на трассе минимум эффект трассы минимум если что это не самые низкие настройки есть еще ниже деталь зато автомобили средняя эффект минимум повреждений минимум дым отключен так томительное ожидание тут уже прот у нас загружен на сто процентов а видеокарт как видите простаивает даже сколько 20 процентов нагрузки у нее нету вот тут мы получаем что вы братва что совсем как-то слабо даже 30 кадров нету возможно настройки придется еще убавлять мы конечно печально не к все картина вот вроде игра проперделась прогрузилась и 30 фпсиков она выдает но график фреймтайма как видите немного подергивает его так сказать похожим больше не на прямую линию она кардиограмму сердечную но в принципе играть можно не забываем что настройки всегда можно убавить вот для 478 сокета все равно результат я считаю хороший ах игра мафия часть первая полное название уже не помню настройки хватит такой хороший поставим разрешение соответственно full hd и пробуем про гуку игра старая зачем ты ее не речь запускаешь тут старая это она старая а вот комплектер она может наклонять очень хорошо несмотря на свой возраст и в данном случае это не произошло как вы видите у нас стабильных 50-60 фпс и я все время задавался вопросом я в детстве в нее не играл играл в основном в гта 3 в гта войсити потом соответственно кайфовала цена андреевки и никогда не понимал вот этой вот ярой любви серии игр мафии до проходил вторую часть старая мне понравилась история про вид из калетача вот но первая часть мафия ну не знаю все ее графику восхваляли но ничего особенного нету скажу я вам реалистичность управления ну да есть момент в такие ну не чтоб провалу в общем не знаю пишите свое мнение в комментариях как вам в свое время мафия понравилось или нет она для меня прошла как говорится мимо вот и я особо и не жалею flat out 2 разрешение максимальная который тут можно было выставить full hd единственное такое ощущение что все-таки изображение какое-то подрастянуто настройки графинте максимальные идут получаем 60 fps здесь вас ограничитель кадров стоит график фреймтаймы практически идеальный небольшие только него подергивание есть но с учетом такой частоты высокой это ребят классно в эту игру можно проходить смело даже рекомендовать перед прохождением игра действительно классная я в свое время кайфовал от первой части вот вторую как-то уже не знаю ну просто не играл doom 3 и тут у нас настройка мощное дело все интересно это разрешение я смог выставить максимум только 1280 на 1024 настройки графики высокие можно было чуть выше напряжение разрешение поставить но она не устанавливал и да ребят я не стал заморачиваться с прохождением обучения и тому подобного вот так как игра коридорная производительность плюс-минус одинаковая везде вот во время стрельбы хоть без как тут видим у нас плавает фреймтайм от 40 до 60 fps вот в более нагруженных сценах соответственно будет 40 таких спокойных будет 60 все что еще сказать много раз мы эту игру тестировали данного компа в этой конфигурации хватает чтобы нее побегать за глаза ну и какой тест игры у нас может обойтись без киберспорта counter-strike source настройки видите на своих экранах разрешение full hd остальное выставилось автоматически все рецена высоком так ну что у нас тут получается график фреймтайм это опять у нас сюда кидает из стороны в сторону то 30 fps то побольше забываем опять же что сейчас играем с ботярами соответственно нагрузка на прос побольше блин тут просадки вообще до 20 слушайте а настройки графина надо снижать все-таки на xp игра у нас шли по ходу лучше так это за меня киберспортмен никакой вообще криворукий говорится рукожоп это half-life 2 и многие скажут зачем тестировать одновременно counter-strike source и half-life 2 это же одна игра ребят это не одна игра это один и тот же движок но в разных так скажем его представлениях и а как я помню то время когда все это дело выходило сначала вышел counter-strike source как демонстрация движка а чуть позже уже вышла half-life 2 и тот уже движок так скажем допиленный улучшенный лучше оптимизированный более соответственно красивый как видите туда же настройка количества больше также у нас выставился автоматически на высокая на что сглаживание какой-то подкинулась фильтрация и тому как говорится подобное разрешение также у нас full hd ну и как видите здесь у нас уже график более ровный фрейм тайм вот про что я и говорил кажется npc тут меньше да нифига то их в одной в одном помещении сколько тут их загружено ничего у нас стабильно смотрите он даже к 80 кадрам частота повышается да есть просадочки за 40 с небольшим но это не страшно абсолютно если мы перейдем в другие сцены где будут там перестрелки и там подобное до просадки будут но поверьте мне так как я в эту игру уже и играла не раз на различном железе там сильных просадок не будет будем там меньше 30 кадров явно не будет даже я думаю вот тех которые 40 мы тут видели минимальные такие же будут это в общем half-life 2 играбельно в разрешении full hd а соответственно эпизод 1 эпизод 2 и все горится в этом духе можете играть смело это call of duty modern warfare настрой графики выяснить на своих экранах стать видеорежим почему-то у нас тут не хрена не тот который нам нужен 1920 на 1080 надо выставить вот другое так сказать дело так ну вот этот убисотовская дебильная тема где нельзя пропустить заставку и тому подобное ментам бесит сам тут получаем ожидаемо высокие кадры так через прицелом тут цель в общем игра идет замечательная тут зачем-то и инверсию мышки сделал ух ты е-мое дурдом да уж теперь короче ну ладно она в общем игра идет отлично всем как говорится советую а нифига не советую серия call of duty хрень собачья полная особенно тут историю которой он что вначале рассказывали про гражданскую войну в россии и тому подобное ну и игра легенда пацаны stalker тень чернобыля и игра ради которой люди покупали компьютеры игра из-за которой взрослые мужики впервые знакомились с компьютером на переставали пить это сейчас уже там танковые задроты говорится появились а тогда вот на самой заре был тот самый stalker пацаны разрешение 1920 на 1080 качество максимальное освещение статичное так ребят и совсем я забыл про бак из-за которого не выставляется у нас это мониторинг сейчас все сделаем игру просто отвернуть и развернуть да вот так вот вот так не всегда легко оказывать юма о так хотя нас тут не видим а видим тут 60 кадров практически да ну ладно не буду листить полки шочек полки шочек стабиль некий разрешение по еде на четвертом пенсиями на 478 сокете пацаны на максимальных настройках как вам такое освещение конечно да статическая полной динамики вот тут не увидите но и на этом как говорится спасибо мне когда-то давно когда эта игра вышла я и мечтать не мог о том что он вообще у меня пойдет а тут он какая производительность бурен вообще прям красота ну и следующий гранат тесте stalker зов припяти вот она у меня на xp отказывал запускаться настройки аналогичные статичное освещение максимальное качество разрешение 1920 на 1080 видео даже применить и тут спасибо разработчикам за оптимизацию игры посмотрите на эту красоту до график фреймтайма дергается но блин какого качества эта игра и она выдает тот стабильный 30 кадров а вот кстати нестабильный счет у нас упали они до 20 но пацаны все равно нормально опять же настройки графонте можно убавить не борзеть так сильно и станет все хорошо лично я без проблем бы прошел вот так вот в таком режиме эту игру вообще никаких проблем вот пожалуйста побежали подгрузка карты и нормально стабильненько 40 кадров да конечно график не идеальный но что все мы что ли идеальный в этом мире ну и какой тест у нас может пройти без игры far cry 1 показываю сейчас вам всем настройки ребят они тут интересные у нас тут максимал очки да 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 так и разрешение нас какой я забыл вам показать full hd выходим в наружу и наблюдаем тут 30 кадров и тут кстати у нас фреймтайм график ровненький то есть да есть там небольшие перекосы над совсем другое ну криворукость конечно у меня нет дело такое неисправимая походу оконок этих сюда песен газированный ну слушайте все в принципе нормально проблем никаких не вижу смысла за мной братан не надо но идти как я сам приду в общем вот как-то так красота да и только посмотреть на эту воду прекрасно на этих рыбок ну а дальше вход пошла тяжелая артиллерия дальнейшее развитие движка crytek игра crisis игра легенда уничтожитель железа на игра как говорится мем все про не только не скажете и так что мы умеем так не туда зашел параметра системы изображение видео режим то без разрешения 1920 на 1080 качество среднее за исключением качество теней и объектов они у нас на низком и как того загрузить нечего но начало игры ребят перемотаю так как Ubisoft любят делать сначала игры хрен как говорится пропустишь а хотя нет видите на пробел нажал нормально что стало она посмотрим заодно увидите в реальном времени так сказать загрузку он готов могучую как видите просто нас сто процентов был подгружен сейчас на полкишочек упал так у нас тут полет должен сейчас быть а вот он самый висать самый жесткая нагрузка это оля начала папка ядрен аттракцион и мы тут видим что 40 плюс кадра график фреймтайма конечно подергивается но ничего критичного игра идет достаточно плавно приятно зачем красота ну дальше показывать нет смысла я тесно уже бегал играл так как мне пришлось просто переустанавливать винду на ssd вот соответственно все сохранение и улетучились вот а заново все это записывать переписывать но не особо хочется вот я думаю тут прекрасно видно с того как мы приземлимся у нас немного кадры как видите просели в воде а потом наша все выровняться окно следующая игра на тесте это у нас ассасин скрип та самая легендарная первая часть так что по настройкам графонте а у нас тут все на минимум короче выключено разрешение full hd соответственно 1920 на 1080 и короче какие дела чем я не хочу проходить обучение снова я вам покажу самое начало игры сам тут получаем понятное дело что во время самой игры в городе где куча нпс и возможно ситуация будет еще хуже знаю ну тут вот мы получаем 20 кадров а дальше бы это скажите спасибо юбисофту ничего нельзя пропустить нужно это долго долгоиграющее обучение проходить в принципе играть можно разрешение опять же всегда можно убавить и увеличить частоту когда-то давно когда эта игра вышла вот там какой 2007 8 год не помню честно уже что не буду вас обманывать не помню уже когда она вышла она загружала железо нехило любое и сам факт того что она идет в принципе на компьютере уже не мог радовать поэтому считаю это все дело играбельным вот отчетом как на самом деле ну и пишите свое мнение сказать в комментариях так и так слишком много уже сегодня про эти комментарии сказал в общем разберетесь сами так ну что следующая игра на тесте fallout 3 что тут по настройкам в общем все на минимум разрешение соответственно по hd за исключением текстур они у нас тут на средних короче выставлено блин странное дело почему-то озвучка короче на русском языке ну весь голос там все дела а текст весь на английском не знаю почему антасит текст даже видите частично на русском частично на английском не знаю что до дело горит насколько кривая игра в чем тут видим достаточно ровный кстати график фреймтайма в принципе что у нас тут от 40 до 50 кадров вот по-хорошему надо сейчас тут по перестреливаться с кем-нибудь мы и посмотреть все у нас тут просядет не просядет а вот он не рок агрид это не джаз это робот летающий получил в в принципе нормально ничего критичного и очень играть можно даже так сказать пройти возможно когда будет побольше народа все дело под подвиснет чуть-чуть опять же до 20 до пускай кадров упадет частота но это не критично как видите график такой достаточно ровный проблем в принципе я не вижу ну и напоследок так скажем легендарная игра zeldar scrolls 5 skyrim настройки полностью аналогичные предыдущей игре движок все-таки один и тот же все на минимум за исключением текстура не на среднем и тот тоже я не загружал никаких сохранений короче ничего не бегал вот этого вот перемещение в повозке мне хватит сказать что игра игра билина но что видеть тут 20 fps и да это ерунда во первых график фреймтайм и не такой уж и дерганый как кажется на первый взгляд во вторых вот эти вот мелкие просадки они сильно на игру не влияют так как это у нас экшен rpg тут нет таких каких-то перестрелок могучих и тому подобных он что-то топором там или секирой голову как говорится с плеч снимаешь цвет нормально во вторых соответственно все делал тестировали на windows xp над тех же желез как только без разгона просто и все нашло замечательно да видимо семерка влияет чуть больше она ресурс в системах кушает соответственно игра идет немножко похуже но все это остается играбельным опять же 2011 год игры процессор 2004 выводы делаете соответственно сами ну и ребят напоследок самый главный тест он конечно нам но все равно и так браузер мы используем какой правильно microsoft edge потому что google chrome сжарает нахрен всю оперативную память и нещадно тормозит также еще я пробовал какой интернет этот мать его за ногу потому firefox вот и короче он тоже как-то не очень начинаем сразу с тяжелого это у нас яндекс дзен так надо вывести как у нас тут модно делается этот диспетчер задач так вид поверх остальных окон загрузка процессора и поехали листать ленту и чем мы видим пацаны около соточки да но все равно грузится память у нас используется не вся ну что кто-то скажет что интернет тут не работает да работает он тут нормально единственный косяк что windows 7 конечно браузер уже не поддерживаются приходит с некими костылями запускать но все равно не гораздо меньше чем секс пи вот давайте еще за зайдем на youtube соответственно и посмотрим каком-нибудь видео так крутейшая самоделка старого ноутбука ну-ка что-то на и вуаля все работает идет плавно пацаны да вот вам пожалуйста ответ 720p включать full hd нет никакого смысла пацаны будет тормозить сразу вам скажу в 720p вполне себе нормально да сейчас была какая-то прогрузочка но опять же диспетчер задач включен тут мы постоянно туда-сюда дергаем всем этим мышкой и тому подобное не особо он это любит смотреть в общем можно не забываем что разрешение экран тоже нехилое 1920 на 1080 ну вот пора нам подводить итоги честно с этим компом проковырялся я сутки целый день сегодня выходной свой я убил на вот этот вот стенд ну по собственной понятно глупости установили мы сначала винду не на тот диск соответственно игры все устанавливали зря все потом заново но ничего говорится страшного ради контента друзья ради таскать вас а сейчас здесь включу свет чтобы немного получше было видно наш стенд и так что можно сказать по итогам в данной конфигурации на плате мутанте до 478 сокет старинный прост 2004 года 4 пенсиум на ядре преска самый распространенный 3 как говорится гигагерцовый реально раскрывается прям по полной программе sata работают отлично оперативная память ddr2 беру свои слова назад с прошлого ролика я думаю что это частота фейковая реально не на этих частотах не работает нет работает но немного по-другому не так эффективно как на core 2 дуо например на 775 сокет но все равно работы конкретно данном случае вот эта материнская плата она ну не поддерживает нормальный разгон был бы разгон нормальный я так думаю завелась бы гораздо лучше память опять же не самые лучшие планки есть планки которые спокойно берут тысячу мегагерц и я вставил сюда эту планку за кадром с ней разгонял разгон есть но не стабильная работа опять же из-за того что нет повышения напряжения в общем windows 7 работает хорошо на данной системе но не так все однозначно при вопросе что лучше windows xp все-таки или windows 7 так что касается windows xp комп работает однозначно шустрее но очень много костылей с какими-то либо современными программами что-то не запускает какие-то даже игры мы не можем запустить windows 7 смотрится здесь лучше но соответственно как вы видите ресурс на требует больше игры работает хуже тесты синтетически которым мы проходили тоже результатах уже показываются да не намного но все равно да возможно опытный пользователь настроить систему удалить все лишнее подрубать такие службы там файл подкачки увеличит да все дело мы знаем прекрасно и станет работать лучше можно ли выжить на этом компьютере в 2023 году ответ однозначно да современными офисными задачами до сих пор этот комп справиться может вопрос нужно ну или нет ответ нет за те деньги которые стоит такая материнская плата можно купить спокойно 775 вообще 775 сокет сейчас это как мусор он ничего не стоит буквально за 2000 рублей вы можете купить комп нормальным двухъядерным процессором подобные этой видеокарте уже нормальным объем оперативной памяти там в районе 4 а то и там больше даже 8 гигабайт можно урвать ну там все говорится мелочи там 500 рублей добавили вот она вам нравится памяти в полный жир вот если вы не отбитый на голову энтузиаст которому какого-то черта вот хочется замучиться петь им 4 то вам это все не нужно если же вы такой же какая вот у которого не все в порядке с головой то однозначно ребят стоит покупайте ищите подобную плату мутанта настраивайте ее и кайфуйте да тут 4 пей будет работать так скажем на все бабки на всю корица соточку постоянно он будет как вот мой коллега его назвать короче есть нас один тот около миллионник стаганрога которые любят долбиться в соточку вот это кажется тут происходит с этим процессором да ладно ребята общем шутки в сторону если вам видно видео понравилось то ставьте лайк и подписывайтесь на канал вес она вам не понравилось топ идите как говорится лесом гуляйте на не нравится не смотрите все всем пока всем удачи счастья здоровья семейного благополучия и до скорых встреч